А доходящий год для 115-го зенитно-ракетного полка был насыщенный нападеи, занятки на полигонах, удел в международных учениях. Все лето часть снова стала лучше в зенитно-ракетных войсках. Последние шесть лет наша воинская часть была лучшей среди воинских частей зенитно-ракетных войск. Часть принимала участие практически во всех учениях, проводимых на территории Республики Беларусь. Дважды мы принимали участие в международных соревнованиях, где занимали призовые места и показывали очень высокие результаты. Были серьезными конкурентами и Российской Федерации, и Китайской Народной Республики, и Республики Казахстан. Но в збройной части находится ужасный зенитно-ракетный комплекс С-300, а летопись подразделения начинается в 1949 году. В боевистях ракетчики отримали в 1951 году, в 2005 году – Нового Узору. А осенью 2010 года бригада была реформирована в 115-й зенитно-ракетный полк. В разные годы, свыше 40 офицеров, в оконволе воинский обвязок в Вьетнаме, Египте, Сирии, Кубе и Афганистане. Это очень прославленная часть, является одной из передовых частей в военно-воздушных силах и военно-воздушных силах противовоздушной обороны. Мне посчастливилось служить в этой бригаде, сейчас уже зенитно-ракетный полк, до 2006 года. Я хочу сказать, что это были одни из самых лучших лет моей службы. Святошный день – еще одна нагода, чтобы выказать слово «подяки» офицерам и солдатам за бездокурную службу. Сироты, ознагороженных без малого, коля полсотни человек. Два офицера, ознагороженные нагрудным знаком. За боевое державство по суприсповетранной обороне. Любовь службы у меня образовалась еще с детства, так как у меня военная династия. Дедушка у меня принимала участие, воевал в Великой Отечественной, отец воевал в Афганистане. Ну и, соответственно, я продолжил род, продолжил род и, соответственно, несу службу в 115-м визитном ракетном полке. Славные традиции попередников протягивает и новое пополнение войсковцев. Призвался в мае 2019 года майским призовом. Проходит служба интересно, довольно-таки, где-то бывает и трудности, конечно, где-то бывает тяжело, но коллектив, самый главный коллектив хороший. Интересный и по той же боевой подготовке, и по специальной подготовке. Есть и занятия проводятся, проводятся и те же стрельбы, и выезды на полигоны. В общем, интересно. Урочистости знаходы юбилея участия, но этим не заканчиваются.